Казалось бы, марка Renault покинула Россию, не оставив россиянам никаких шансов на покупку своих моделей. Нет, формально АвтоВАЗ может выпускать Логан и Сандеро и Дастеры. Но тогда автогиганту придётся платить французам роялти, что делает затею не слишком прибыльной, а в условиях дефицита комплектующих вдобавок крайне рискованной. Однако, как это бывало прежде, всем фанатам французского бренда на помощь готова прийти Белоруссия. К слову, нечто подобное мы наблюдали после русской весны 2014 года, когда наши западные соседи начали активно предлагать санкционку, поставляя на прилавки белорусские, разумеется в кавычках, креветки, хамон и пармезан. Итак, дилеры Renault прежде категорически отказывались продавать автомобили гражданам России, ссылаясь на запрет от представительства. Но теперь эти запреты сняты. Самый доступный вариант — это седан Logan Stepway, который реально приобрести за 1 миллион 370 тысяч российских рублей. За 2 миллиона или чуть больше можно присмотреть Дастер, Каптюр или Аркану. Logan будет Тольяттинской, а кроссоверы — московской сборки, так что это лишь остатки старых запасов. Но самое любопытное предложение — это новенькие Калеосы, прибывшие из Южной Кореи. Их отдают по 3,5 миллиона рублей. В страну завезена партия из полусотни хорошо упакованных машин, оборудованных 170-сильными 2,5-литровыми атмосферниками. Как только этот тираж будет распродан, в Белоруссию привезут новый. Как поведали телеканалу Автополюс сами продавцы, если автомобиль будет приобретать россиянин, с него дополнительно возьмут 30 тысяч рублей, чтобы оформить электронный паспорт транспортного средства. С ним никаких проблем при постановке покупки на российский учёт не возникнет вообще. По какой схеме наши западные соседи получают сейчас южнокорейские Калеосы — не очень понятно. Действующее до декабря одобрение типа транспортного средства оформляла ЗАО «Рено Россия», прекратившая деятельность около месяца назад. Однако в списке представителей значится минский дилер «Рено». И нас прямо заверили, что речь не идёт о параллельном импорте. Автомобили действительно ввезены согласно действующему сертификату, которым располагает поставщик. Более того, минская фирма «Автопромсервис» — старейший дилер «Рено» в Беларуси — возобновляет свой статус независимого импортера, утраченный после перехода белорусского рынка под эгиду московского офиса. Помимо Калеоса, в продаже уже есть семейство «Рено Мастер». А следующим шагом станут поставки других автомобилей европейской линейки. И тогда через Синеокую можно будет приобретать «Рено» и «Дачии», которые, впрочем, ещё предстоит сертифицировать. Продолжение следует...